Дефиле с вязковым колоритом. 20 лучших простовниц агропромыслового комплекса в области поспрашались за титул «Лепшие господини». На сцене Палацы культуры в горках только самые творчие и яскравые. Соправдные зорки, какими талантами у дельницы покорили журы и глядашов, высветлял Павел Савицкий. У дельницы конкурса кажут, все мы, господини, варим, парим и працуем. Готким же нашим раскладом життя никого не сдевешь, але есть и особливая майстрица. Главный мой козырь – это мое пение. Я пою, я люблю петь. Девочки готовились, переживали и на областной финал конкурса подобраны самые лучшие. Девочки очень молодые, возраст до 31 года. Но есть, я не буду раскрывать секрет, и трое детей уже приедут с детками со своими. Хатные на рыхтулке и яскравые образы у дельниц стрекали овациями. Визитовка, дефиле, творцы и интеллектуальные конкурсы. Соправданное напряжение отшувается за кулисами. Практично для каждой из у дельниц конкурсу это дебют на Великой Плясовце. Процесс долгий, трудный, очень волнующий. Поэтому я надеюсь, что результат не заставит себя ждать. А пошлий этап конкурса – дефиле у вечерних строя. Хапцасы, макияж, аксессуары. Усе у дельницы им кнулись остворить неполторные образы. Наприконцы подарунки и кветки для кожной у дельницы. А молодой господине и журы одиноголосно обрала представницу Махилевского района Людмилу Ковалеву. Спасибо. Мои близкие, мои родные, моя семья, мои друзья с работы. У меня нет слов. Спасибо огромное всем. Было очень приятно. Куча эмоций. И почаще проводились бы такие конкурсы. Это очень здорово. Павел Савитки, Александр Тарасов, Новинар Геон.